Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады вновь приветствовать вас на телепроекте «Дорога к храму». Традиционно по субботам мы встречаемся с вами здесь, в Свято-Троицком храме, как и с моим постоянным соведущим, благочинным Миргенского округа, протеереем Владимиром Севряковым. Здравствуйте, отец Владимиров. Здравствуйте. Ну, буквально завтра все жители Миргенского района, ну и вообще в принципе, все жители Земли, планеты Земля, будут отмечать замечательный праздник, подводить итоги уходящего года и встречать новый 2018 год. Традиционно мы вот ближе к окончанию года и с вами подводим итоги того, как Миргенское благочиние провело этот уходящий 2017 год. Ну, для начала, я думаю, что для многих миргенцев, если возвращаться год назад, стало большой такой приятной новостью, что пополнился у вас, скажем так, штат священников, да? Давайте расскажем о том, кто этот человек, а каким образом он вошел вот в сан священника в городе Мирген. Позвольте в начале нашей телепередачи поздравить и вас лично, и весь ваш коллектив, и всех наших телезрителей с наступающим новым 2018 годом. Ну, традиционно, наверное, в каждом человеческом сообществе, в каждой организации, когда проходит какой-то период, ну, принято подводить итоги и ставить определенные планы на период грядущий или на грядущий год. И поэтому, конечно, 2017 год для нашего свято-троицкого храма, для мирнинского благочения, он тоже был довольно очень продуктивным и очень, в какой-то мере, плодовитым. Вот, ну, для людей, которые находятся вне церкви, которые, например, не посещают храм, которые просто видят, что храм стоит, для них, наверное, абсолютно и с одной стороны непонятно, и православие или внутренняя церковная жизнь, она происходит, она проходит как вот нечто такое абсолютно неизвестное и непонятное. Но стоит храм. А что в этом храме происходит? А что, собственно, чем люди, которые посещают храм, чем они занимаются? Что делают священнослужители? Для некоторых храм, вот, ну, поют там, Господи, помилуй, машут кадилом и так далее. Я уже неоднократно на нашей телепередаче рассказывал такой анекдотичный жизненный случай или жизненный эпизод, когда приходит один мужчина к священнику и говорит, слушайте, как у вас все однообразно в храме. Я вот как не зайду к вам, ну, можете вот что-то вообще новое придумать. Я вот как не зайду к вам, у вас все время Христос воскресе, да Христос воскресе. Вот, ну, может быть, для человека нецерковного будет не совсем понятно, о чем идет речь, а для человека церковного сразу становится все понятно. Почему? Потому что Христос воскресе и восклицает, и поет, как правило, на Пасху. И несколько, там, небольшой период после Пасхи, это говорит о том, что этот мужчина заходит, что этот человек заходит в храм только на Пасху, то есть крайне редко. И поэтому, естественно, люди, которые таким вот образом только по праздникам, тем более по большим праздникам посещают храм, а только богослужение, конечно же, для них не совсем понятно и не совсем известно, чем, собственно, община, храма заключается, церковная община, чем она, собственно, живет и чем она занимается. Здесь мне хотелось бы обратить внимание наших телезрителей также на то, чтобы дальше развивать наш разговор, что церковь, она не состоит только из священнослужителей. Потому что, когда мы слышим какую-то информацию в СМИ, когда говорят о церкви, то, как правило, с церковью связывают только священнослужители. Церковь — это вообще все мы, православные христиане, это и священнослужители, и миряне, которые занимают абсолютно, бывает, различный социальный статус и разные какие-то профессии, на которых они трудятся. И поэтому, конечно, та жизнь, которая происходит внутри общины, это жизнь, которая внутри храма, внутри церкви, это та жизнь, которая формирует не только священнослужители, а та жизнь, которая формируется в том числе и людьми, которых мы называем миряне. Ну и, конечно же, бывает так, что миряне становятся священнослужителями, то есть их не содержат в каких-то инкубаторах на каком-то отдельном острове, не выращивают на Луне или на Марсе. Это плоть от плоти нашего общества, нашего сообщества, горожан. И, наверное, один из таких для нас очень, я имею в виду и для общины, и для клира свято-троицкого прихода, и, наверное, несомненно, для нашего благочиния, когда происходят подобные пополнения, это то, что в этом году наш храм дополнился еще одним священнослужителем. Наверное, особо радостно, особо отрадно то, что священнослужитель, он сам мирнец, он сам закончил здесь школу, он закончил здесь мирнецкий регионально-технический колледж, с которым у нас происходит сейчас очень тесное и плодотворное сотрудничество, имею в виду наш свято-троицкий храм и наше мирнецкое благочиние, и мирнецкий регионально-технический колледж. Вот, наверное, более плодотворно с приходом молодого священника он у нас назначен, то есть несет послушание помимо клирика служащего священника, то есть нашего свято-троицкого храма, он более плотно работает с нашей гимназией, то есть молебны, исповеди наших воспитанников, литургия, детская литургия гимназическая, которая проходит по субботам, возглавляет эту литургию как раз вот наш новорукоположенный молодой священник. Ну, все мы когда-то были молодыми, вот, и сейчас мне уже 44 года, но был рукоположен тоже в диаконы в 24 года, тоже помню себя молодым, вот, тоже в чем-то, может, даже где-то наломал каких-то определенных дров, вот, поэтому, конечно, молодости очень важно прислушиваться, скажем так, к более старшим наставникам, к более опытным священнослужителям, ну, как, собственно, везде в любой сфере человеческой деятельности, вот, и, конечно, тогда молодость ни в коем случае пороком не будет. Вот, а наоборот, молодость — это вот то время какого-то горения, время сделать, желание такое сделать как можно больше, вот, наверное, даже спасти весь мир, вот, внести какую-то, может, новую живую струю в взаимоотношениях, там, например, священнослужителя и мирян, вот, развить какое-то новое направление, например, деятельности нашего прихода или нашей православной общины. Поэтому вот один из таких немаловажных моментов за прошедший год — это вот новый клирик нашего свято-троицкого прихода. Наверное, мне опять же хотелось обратить внимание на то, что стало такой же доброй традицией. У нас уже состоялась пятая поездка в конце этого года. В 2017 году у нас их, собственно, вообще было даже две. Это такой у нас, наверное, рекорд. Даже одна поездка была в начале, в первых числах февраля, а вторая поездка была в 20-х числах декабря. Паломническая поездка на Святую Землю. Вот в первой, в начале года у нас было 50 с лишним человек. Во второй поездке в конце года, потому что, конечно, время не совсем удобное для большинства людей, было около 30 человек. Я очень надеюсь, что эти поездки мы будем продолжать и в будущем. Может быть, сделаем сейчас небольшой перерыв, имеется в виду поездки на Святую Землю. Но, тем не менее, паломнические поездки мы будем делать регулярно. Вот сейчас у нас поступило предложение от наших прихожан, которые, будучи в отпуске, взяли для себя такой вот тур по Золотому кольцу, по монастырям или по святыням Золотого кольца. Человек, который был в отпуске, приехал прямо в буре эмоций, восторга. По-новому открылся центр России для человека. И поэтому у нас есть, если уже говорить и о прошлом, и о прошедшем, которые рассматриваем на будущее, есть желание, чтобы устраивать паломнические поездки, в том числе и по территории России. Но, с одной стороны, они значительно дешевле, с другой стороны, можно скооперироваться той частью наших прихожан, всего нашего Мирнинского района, Мирнинского благочения, в летний период. И в течение летнего периода посещать, наверное, такие особо значимые места, особо значимые святыни, особо значимые монастыри, которые находятся на территории нашей Российской Федерации. А таковых, поверьте, у нас на территории России очень и очень много. И порой даже замечаешь тот факт, что, когда даже многие из прихожан, из горожан, из знакомых рассказывают, как, например, посещали Валаам, как посещали там Соловецкую обитель, там Троица Сергию, Лавру, отмечают, что огромное количество встречают иностранцев. То есть для иностранцев это очень востребовано. Для иностранцев наша культура в первую очередь познается через приобщение к духовным святыням этого народа, нашего народа. Но зачастую приходится констатировать факт, что для какой-то определенной категории или части наших сограждан до сих пор православие и святыня своего народа становится какой-то такой вот неизведанной областью абсолютно, которую не знают. Поэтому мы со своей стороны планируем на будущее, я надеюсь, что у нас очень получится, вот делать такие паломнические поездки, которые объединяют людей, которые дают возможность приобщиться, но вот если возвращаться опять же к Израилю, к Святой Земле, дают возможность приобщиться и пройти, вот приобщиться к этой святыне, приобщиться к евангельской и ветхозаветной истории, новозаветной истории, вот и пройти, прикоснуться к той земле, на которой происходили вот эти исторические события, где были пророки, где им являлся Бог, где Христос, Бог, сошедший на землю, Он здесь по этой земле ходил, Он творил эти чудеса, Он здесь был распят, Он здесь воскрес. И, конечно, когда посещаешь эти места, когда прикасаешься к ним, когда приобщаешься, когда молишься там, совсем иначе начинаешь воспринимать ту евангельскую историю, те евангельские тексты, евангельские события, которые каждому православному христианину, конечно, до боли знакомы, вот и, но когда ты их пропускаешь через свое сердце, присутствие там, на том месте, в том, в той географической точке, где это произошло, вот прямо вот иначе и более глубже вот все это воспринимается и осознается. Вот, ну, конечно, на что мне еще хотелось бы обратить внимание. В 2017 году у нас произошло такое очень важное событие, когда наша гимназия вошла вот в 100 лучших учебных заведений Российской Федерации. Вот, ну, конечно, это, этим был отмечен и труд нашего педагогического коллектива, вот, труд наших ребятишек, наших воспитанников, родителей, которые тоже участвуют, несомненно, в образовательном процессе, потому что такие плоды, положительные плоды, они всегда в педагогическом и образовательном процессе, они всегда будут положительными только тогда, когда будет глубокое некое сотрудничество школы и родителей, педагогического коллектива и родителей. То есть и вместе в этом сотрудничестве, понятное дело, что ребенок тоже включен в этот образовательный процесс, но только в этом сотрудничестве будут положительные плоды в плане и воспитания, и в плане, конечно же, образования и научения наших воспитанников, наших учащихся. Ежегодно, отец Владимир, вы привозите сюда в храм города Мирного Благодатный Огонь. И для многих, конечно, кто не так часто посещает храм, это может быть кажется каким-то таким странным немножко ритуалом, но тем не менее для прихожан это такой важный момент. В 2017 году эта традиция продолжилась. Будет ли она продолжена и в 2018-м? Давайте просить 17-й и о том, какие планы на 18-й. Мы приложим все усилия для того, и я как благочинный Мирнинского округа Якутской епархии приложу все усилия для того, чтобы эта традиция у нас не прервалась. Единственное, что, наверное, мне хотелось бы немножко с вами поспорить, в том плане, что эта традиция, она такая как бы необычная, может. Мне кажется, что после тех событий, которые были связаны с Сочинской Олимпиадой, когда в течение довольно очень длительного времени Олимпийский Огонь, в таких же, кстати, точно колбах сертифицированных, где можно перевозить в том числе и в авиаперелетах, когда этот Огонь посещал, в том числе он был у нас в городе Мирном, во-первых, это как диковинка уже не воспринимается, но, во-вторых, наверное, тоже очень немаловажный момент, что в 2017 году Благодатный Огонь далеко уже не первый раз посетил Мирнинскую землю. К сожалению, сейчас не готов сказать, какой раз это уже, собственно, было, но где-то, наверное, около 10, где-то 8-10 раз Огонек уже посещал. Огонь постоянно посещает всю территорию постсоветского пространства, это и, конечно же, Российская Федерация, это и Белоруссия, это и Украина, это и страны Балтии, это и Казахстан, где есть православные приходы русской православной церкви Московского патриархата. Поэтому для многих он уже перестает быть диковинкой. И вот здесь тоже один очень важный момент, потому что этот Огонек, он с Кувукли, он с того самого места, где Господь наш Иисус Христос был погребен и где Он воскрес. Вот и для тех людей, а все, конечно же, не смогут посетить Святую Землю, ну, огромное количество людей, вот, наверное, есть определенно дороговизна, плюс занятость на производстве, плюс семья, плюс маленькие дети и так далее. Вот и поэтому для тех людей, кто не был у нас на Святой Земле, есть очень замечательная возможность постараться приобщиться вот той географической точке, наверное, если можно так сказать, вот через то, что мы берем частицу этого благодатного огня, после того, как он приезжает в центральный храм нашего мирнинского благочиния, то есть Свято-Троицкий храм, берем частичку этого святого огня, несем ее к себе домой и зажигаем наши домашние лампады. Вот здесь, опять же, очень отрадно, на что мне хотелось бы с радостью обратить внимание, что с каждым годом все больше и больше людей. Вот в последний раз, когда я привез этот огонек по благословению архиепископа якутского иленского романа, вот этот огонек был мною доставлен в город Мирный, что очень порадовало, храм был практически полный, и народ даже стоял рядышком с храмом, встречая эту святыню, что тоже говорит о том, что есть определенная востребованность, есть та радость, с которой люди ждут эту святыню, чтобы вновь, повторюсь, чтобы приобщиться вот той пасхальной радости, которая в эти дни происходит, потому что стараемся привозить огонечек буквально сразу после праздника Пасхи, то есть там два-три от силы, четыре дня, чтобы он посетил и город Мирный, и северную нашу площадку, то есть в первую очередь Айхал, удачный, вот, конечно, светлый чернышевский алмазный рылах здесь уже попроще, они поближе, вот, а дальние, конечно, с ними немножко посложнее, но мы тоже стараемся, что в светлую седмицу этот огонечек туда дальше тоже попал к людям, которые его ждут. В сентябре мы подводили итоги лета, итоги строительства, ну и в завершении 2017 года, наверное, стоит упомянуть о том, какие работы были закончены, какие храмы у нас появились, какие были освящены в 2017 году. Спасибо большое, Татьяна. Да, летом у нас продолжались работы, вот, лето немножко замирает, такая церковная жизнь в плане богослужения, потому что и часть людей разъезжается, вот, и, конечно же, священнослужители, вот, не все сразу, но поочередно уходят в отпуска, тоже есть, естественно, там и семьи, которым нужно уделить определенное внимание. И вот летний период у нас был ознаменован как раз тем, что более интенсивно было строительство храмов на территории нашего Мирненского района, на территории нашего Мирненского благочиния. И в сентябре, конец сентября, первые числа октября, у нас произошли несколько очень важных и знаменательных для Мирненского района и Мирненского благочиния событий. архиепископом якутским Мирненским романом было освящено два новых храма. Один храм в поселке Чернышевский, второй храм в селе Орлах. Вот, и в этих храмах сейчас по мере сил стараемся совершать богослужения, но с Чернышевским храмом проблем нет абсолютно никаких, там есть постоянный священник, он там есть уже давно, отец Тихон, поэтому богослужения совершаются практически ежедневно. Вот, но с Орлахом есть определенные трудности, есть определенные проблемы. Вот, священник, настоятелем храма у нас является там отец Серафим, который также настоятель монастыря, который находится в черте нашего городского кладбища. Вот, ну и, конечно, возможности ежедневно посещать у него нету, но есть определенные сложности, пока не можем найти таких точек соприкосновения в плане, ну, коммунальных расходов на храм. Вот, я надеюсь, что с Божьей помощью, усилием и поселковых властей, там, усилием меценатов мы рано или поздно эту проблему решим, вот, потому что одна из главных таких проблем для нас, имеется в виду для церкви, для священнослужителей, ну, в первую очередь, для настоятелей в нашем северном таком регионе, это, конечно, коммунальные услуги, которые у нас очень и очень дорогие, вот, и община, вот, или приход, она просто не тянет эти расходы, потому что, ну, как я уже однократно обращал внимание на наши телепередачи, расходы, коммунальные расходы на свято-троицкие храмы-гимназию превышают в год 3 миллиона рублей. Все остальные храмы, даже если храм маленький, это все равно где-то около 700-800 тысяч, вот, порой доходит до миллиона рублей, поэтому, конечно, сумма очень большая, но я надеюсь, что с Божьей помощью и с помощью властей мы постараемся как-то эту проблему, этот вопрос решить. Если возвращаться к лету, то всегда такой знаковой точкой для города Мирного и Миргинского прихода является праздник Троицы, тот праздник, который напрямую связан с нашим свято-троицким храмом. Ну, что удалось сделать в этом году, что нового появилось, или, может быть, что устоялось как традиция? Спасибо большое, Татьяна. Ну, как традиция уже устоялся у нас крестный ход, вот это уже такая у нас устоявшаяся традиция. Все торжества, которые были связаны с праздником Святой Троицы, я напомню, что это еще в том числе и день рождения церкви, это также престольный праздник нашего свято-троицкого храма, главного храма нашего Миргинского благочиния. И традиционно также, не всегда, правда, получается, но традиционно принято, что когда есть возможность и время, архиепископ Роман старается посещать наш город Мирно, чтобы вместе с нами сорадоваться этим торжеством и, собственно, эти торжества возглавить. Поэтому и богослужение в нашем храме, и крестный ход, вот, конечно же, возглавил владыка Роман. Вот по окончании крестного хода у нас состоялся такой небольшой краткий молебен на центральной площади города Мирного. Он обратился с приветственным словом ко всем присутствующим, после чего был уже тоже ставший традиционным концерт на площади ДК, за что мне, конечно, хотелось бы выразить слова благодарности организаторам, вот и нашим прихожанам, кто принимали в этом участие, вот, и педагогам гимназии, и коллективу руководству ДК «Алмаз», которые оказали в этом всяческое содействие, ну, и тем коллективам, как городским, так и гимназическим, так и нашему хору, которые приняли участие в этом концерте. Вот уже становится традиционным, и я надеюсь, что он станет традиционным. На эту троицу это был уже второй у нас массовый хоровод, который состоялся после вот этого самого концерта троицкого праздничного. Ну и по окончании вот этого хоровода у нас было уже тоже становящееся традиционным чаепитие, но чаепитие мы немножко расширили в этом году, было не просто чаепитие, так как служба была долгая, плюс крестный ход, вот люди, конечно, проголодались. Ну и чтобы подчеркнуть еще таким вот образом значимость этого праздника, было не только чаепитие, не просто было сладкие какие-то кондитерские изделия, но была еще и гречневая каша с тушенкой. Вот чай, гречневая каша, здесь, конечно, нас выручают, нам помогают наше мирнинское казачество и их полевая кухня. Вот поэтому я надеюсь, что вновь повторюсь, что традиция такая, она заложена, она продолжается, вот, и мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы эта традиция ни в коем случае не канула в лету или в небытие. Тем более здесь один очень важный момент, я вот всегда говорил об этом, что, к огромному сожалению, у нас нет такой трапезы при храме, как есть, например, в центральных частях России при тех храмах. А трапеза после богослужения – это продолжение богослужения, потому что во время богослужения человек свой внутренний взор направляет исключительно по отношению к Богу. А вот после богослужения хочется остаться, поделиться этой радостью, обсудить, поговорить, ну или просто проявить элементарную любовь через внимание к человеку, поинтересоваться, чем ты живешь, с собратом или сестра, с которой мы уже не первый год молимся за богослужение, может, есть какие-то трудности, может, чем-то помочь, может, человек поделится своей радостью, или я по отношению перед этим человеком поделюсь своей радостью, и через такое общение, конечно же, крепнет община. Вот и поэтому подобные чаепития, которые у нас продолжаются и в нашем храме каждое воскресенье по окончанию божественной литургии, вот когда я вводил эти чаепития, передо мной стояла основная задача, вот вопрос, что я этим хотел добиться, какой конечный результат я хотел увидеть. Вот, ну, не просто, чтобы людей чаем напоить, потому что человек может прийти домой и спокойно в одиночестве на кухне этот чай попить, вот, а задача стояла, чтобы объединить людей, чтобы у них была возможность общаться, чтобы у них была возможность делиться своими впечатлениями, эмоциями, ну и, конечно, какой-то информацией, какими-то своими знаниями. Вот что-то подобное у нас было на площади, и в этом чаепитии, в потреблении каши, вот, приняли участие не только наши прихожане, не только участники крестного хода, но все люди, которые присутствовали на площади, а их там было немало, вот, все люди, которые просто мимо шли, с удивлением подходили, когда узнавали, что каша, да, в каше и чай они были, естественно, абсолютно бесплатны, вот, в честь праздника. Здесь мне хочется да выразить слова благодарности и меценатам, и предпринимателям города мирного, которые откликнулись, кто-то с кашей помог, кто-то с тушенкой помог, часть булочек наши прихожане спекли, часть помогли тоже предприниматели, поэтому общими усилиями, вот, таким православно-христианским сообществом мы этот праздник сделали для всех без исключения. В конце этого года прошли традиционные рождественские чтения, были приглашенные гости, приглашенные педагоги, расскажите об этом. Да, ну и, да, наверное, таким, такой вишенкой, да, к завершению вот этого 2017 года, в ноябре месяце, у нас прошло очень для нас важное, очень необходимое, очень значимое, не только для нас, я имею в виду, православное христианское сообщество, но и для педагогического сообщества Миринецкого района, пятые, такие полу-юбилейные, ну, мы их, правда, даже юбилейными называли, образовательные рождественские чтения, которые поднимают вопросы духовно-нравственного просвещения, воспитания, вот, ну и, как всегда, мы стараемся приглашать интересных людей, и наши телезрители имели возможность в прошлых выходах телепередачи «Дорога к храму» более детально и близко познакомиться с нашим таким очень почетным, дорогим гостем из Москвы, Партереем Артемием Владимировым, познакомиться через его беседы, через монолог, через ваше общение с ним, вот, которое было посвящено педагогике, семейным ценностям, взаимоотношениям в семье и воспитанием детей. Ну и на будущие годы, конечно, мы, то есть это уже, это уже ставшая традиция рождественские чтения, вот, с нашей стороны здесь требуется уже не просто их поддерживать, а как-то всячески стараться выходить на более новый и новый качественный уровень проведения подобных, ну, качественный, наверное, и количественный уровень проведения подобных мероприятий, чем, собственно, мы будем заниматься и в грядущем, в 2018 году. Ну, подводя 2017 год, для вас, как для благочинного, если так обобщить все, что было наиболее важным, что было наиболее ценным в 2017 году? Вы знаете, наверное, как-то сложно выделить что-то одно. В той или иной мере было все важно, и строительство храмов, и новый наш священнослужитель, и общение с этим удивительным человеком из города Москвы, вот, ну, наверное, самым главным, потому что все это призвано было способствовать формированию общины, то есть самое главное, это, конечно, человек, это живой человек, который входит в общину, который посещает храм, который вживается в жизнь общины, поэтому все было направлено на то, чтобы выстроить правильную общинную жизнь, которая строилась бы не на официозе, а на братских отношениях, на взаимоотношениях, связанных с любовью, взаимопониманием, взаимоуважением, взаимоподдержкой между людьми, которые приходят в храм, здесь находят понимание, любовь, поддержку, вот, и сами могут своими трудами, своей деятельностью, своим словом, своим каким-то участием эту помощь и поддержку оказать тем людям, которые в ней нуждаются. Поэтому это, наверное, было одно из самых главных, а все остальное, что мы делали, в том числе и строительство храмов, наверное, и вы помните, наши телезрители об этом тоже неоднократно говорил, что была такая пословица, что церковь, она в первую очередь не в бревнах, а в ребрах. Вот, настоящая церковь, настоящий храм, который человек призван созидать в себе, это то, что находится в его внутреннем мире, а все внешнее, в том числе и храм, в котором мы с вами находимся, он призван всячески этому содействовать. И вся деятельность, которая была в нашем приходе, в наших всех приходах мирнинского благочения, она была направлена в первую очередь на вот это. Завтра Новый год. Не могу вас не попросить пожелания нашим горожанам, жителям Мирнинского и Ленского районов на Новый 2018 год. Спасибо, Татьяна. Еще раз сердечно поздравляю лично вас, нашу операторскую группу, ваш замечательный коллектив, уже медиа-компании «Алмазный край», и, конечно же, мои слова поздравления и ко всем нашим телезрителям. Я неоднократно также обращал внимание на то, что в советский период праздник Нового года, или Рождество Христово, оно оказалось немножко в тени праздника Нового года. И те ощущения, те эмоции, которые человек переживает на Рождество Христово, вот эти эмоции человек стал переживать на Новый год, потому что праздник Нового года, почему он так любим? Почему это один из самых популярных праздников для человека, который проживает в Российской Федерации? Потому что в этот праздник есть какое-то религиозное ожидание чуда, когда мы друг другу желаем чего-то светлого, доброго, если подойти очень рационально, обдумать, человек понимает, ну многое же из этого даже не сбудется, но так хочется, чтобы это сбылось. Когда желаешь этого человека, когда не просто желаешь, а ожидаешь чуда и для другого человека, и для себя, а ожидание чуда, ожидание чего-то светлого, чего-то доброго, чего-то возвышенного, чего-то чистого, это есть некая потребность религиозных чувств, которые есть в человеке. Поэтому мне хотелось бы пожелать, чтобы то светлое, что то доброе, что чистое, что церковь и Бог может дать человеку, чтобы в новом 2018 году, благодаря нашим усилиям и божественной помощи, по-настоящему вошло в нашу жизнь, по-настоящему вошло в наши души, по-настоящему вошло в наши семьи, чтобы та божественная благодать, та божественная помощь преображала внутреннюю жизнь человека. И, конечно, через это человек, трудясь на благо не только себя, не только своей семьи, но на благо общества, тем самым возделывал тот, может быть, рай, который он призван возделывать вокруг себя, делая жизнь вокруг себя более светлой, более доброй, и более возвышенной, и более настоящей. И Бог нам всем в помощь. Ну, конечно же, традиционные такие пожелания, и здоровья, и долгих лет жизни, и всяческих благ, но и, самое главное, помощи во всех благих начинаниях. С новым 2018 годом! Я благодарю вас за ваши поздравления, благодарю за работу в этом году, 2017. Мы с удовольствием закрываем титрами 2017 год, и буквально через неделю вместе с вами встретимся уже на почти рождественской программе. Я также от нашего коллектива хочу поблагодарить вас и пожелать вам тоже всего самого наилучшего, главное, здоровья, чтобы вы встречаться могли с нами еженедельно в этой программе. Спасибо большое! Спасибо! Уважаемые телезрители, мы с вами также прощаемся ровно на одну неделю. В следующую субботу, предрождественскую субботу, мы встретимся с вами здесь, в Свято-Троицком храме, на телепроекте «Дорога к храму» всего доброго, и до новых встреч в новом 2018 году! Субтитры создавал DimaTorzok